По оценкам экспертов, трудноэкономическая ситуация в стране не изменила отношение большинства россиян к благотворительности. Люди по-прежнему помогают тем, кому требуется помощь. У нас в студии директор окружного фонда поддержки детей Ямине Дмитрий Фролов. Дмитрий Александрович, здравствуйте еще раз. Итак, Ваша организация по праву считается одной из крупнейших на Ямале. В принципе, как по-вашему количество детей, которые нуждаются в помощи, как-то меняется год от года? Оно растет, уменьшается? Я думаю, что количество детей не сильно растет, но то, что обращений поступает больше, это действительно так. Но мы это связываем с тем, что информированность родителей о том, что существует такой фонд, о том, что есть такая форма поддержки, она, конечно, есть. И поэтому и растет количество обращений. Вот я даже, наверное, приведу такую цифру, что только из Ноябрьска за прошлый год к нам поступило 135 обращений. За 2015 год таких обращений было 80. То есть здесь действительно видно, какое количество к нам обращается с каждым годом, действительно оно растет. А насколько я понимаю, Ноябрьск это, в принципе, лидер по обращению в ваш фонд. Так ли это на самом деле? Да, действительно, это так. Что касается самих диагнозов, они как-то меняются с годами или, в принципе, проблемы остаются одними и теми же? Ну, здесь стоит, наверное, отметить, что если раньше превалировали обращения родителей, чьи дети страдают детским церебральным параличом, и мы оказывали помощь в реабилитации в различных центрах на территории Российской Федерации, сейчас такая же тенденция остается, что действительно таких детей, обращения от родителей таких детей поступают, но также у нас еще в количестве отношений выросло количество обращений от родителей, чьи дети страдают психоневрологическими заболеваниями. Это тоже такой очень важный для нас вопрос, и мы всячески смотрим тенденции, потому что и для России это ново, то есть именно что детей с подобными заболеваниями можно лечить, и что они могут проходить реабилитацию, родители сами открывают для себя различные виды реабилитации, таких обращений становится больше. Ну а в финансовом плане, конечно, все-таки больше обращений, ну именно в финансовом плане, это как раз высокотехнологичное лечение, то есть там, где все-таки есть угроза жизни для ребенка, вот, и как раз в финансовом плане, как раз вот это количество обращений тоже у нас есть. Если говорить в целом о регионе, много ли на Ямале сегодня детей с так называемыми арфанами, или, как еще проще сказать, редкими заболеваниями? Довольно много таких детей, но здесь еще стоит сказать, что в округе очень довольно высокий уровень социальной поддержки, и мы знаем не единичные случаи, когда в округ приезжали люди, чьи дети страдают подобными заболеваниями, они здесь живут по несколько лет, и мы действительно в таких случаях тоже оказываем помощь, когда мы видим, что родители работают, работают уже не год, не два, не три на территории Ямала, и они прописаны, зарегистрированы на территории Ямала, и такие заболевания действительно есть, это имиопатия, причем такая генная аномалия, которых есть два в мире. Один ребенок проживает у нас здесь, в городе Губкинске, один ребенок и один человек проживает в Китае, например. Также булезный эпидермолис, у нас на территории округа живет два человека, два ребенка с таким заболеванием, хотя на всю Россию их там чуть больше десятка. Кто и как определяет сам порядок предоставления помощи? Порядок очень простой, после того, как родители собирают полный пакет документов, который есть, он размещен у нас на сайте, предусмотрен нашими положениями, как бы оказание благодоверительной помощи, мы направляем это обращение на экспертную комиссию, в зависимости от сложности заболевания, либо это направление, то есть это лечение, может быть, операция, тогда решение принимается в течение двух-трех дней. Если это реабилитация, то в таких случаях мы просим родителей, чтобы они обращались к нам, ну, хотя бы за два месяца, когда они точно знают сроки реабилитации, и тогда экспертная комиссия принимает решение об оказании, целесообразности оказания такой помощи, о необходимости действительно такой помощи, но самое главное нам не навредить. И мы выбираем, еще не выбираем, вернее, даже родители выбирают центр, а мы определяем целесообразность лечения или реабилитации ребенка в конкретном центре. И после этого обращение поступает в общительский совет, и там уже определяется объем финансирования, который мы можем выделить на лечение конкретного ребенка. Давайте немножко вот здесь вот уточним. Вы сказали, что определяете целесообразность лечения в определенном центре, то есть по ходу, собственно говоря, вот этого процесса вы еще и консультируете родителей. То есть если вдруг где-то могут оказать помощь лучше, вы направляете себя в другое учреждение? Конечно. Дело в том, что когда родители остаются один на один с такой проблемой, с тяжелой проблемой, они готовы верить в увещевание различных, ну, честно сказать, шарлатанов. И в этом случае как раз вот наша экспертная комиссия играет ту роль, когда необходимо определить целесообразность той или иной процедуры. Потому что бывает так, что процедуры некоторые противопоказаны ребенку. И как раз экспертная комиссия подсказывает, что нет, здесь нельзя использовать данную процедуру, ее надо убрать из этой программы реабилитации, например. Либо лечение, что в данном случае оно нецелесообразно, лучше рассмотреть возможность прохождения реабилитации в другом или лечении в другом центре, где будет оказана помощь на более высоком уровне. Заговорили о шарлатанах, вот не могу сейчас не спросить. Сегодня, так скажем, набирают, наверное, обороты всевозможные лжеблаготворительные фонды. Вот вы когда-нибудь сталкивались с подобными организациями? И, может быть, кто-то, пользуясь, скажем так, репутацией фонда Ямина, прикрываясь, может быть, вами, пытается вот как-то нажиться на этом деле? Нет, ну, слава богу, с таким случаем мы не сталкивались. О том, что действительно встречаются случаи мошенничества, когда размещаются фотографии о помощи ребенку, когда в городах очень много людей стоят с табличками, что нужна помощь конкретному ребенку. И в Салихарде были такие случаи. И мы действительно разбирались с каждым случаем, то есть при помощи органов внутренних дел. И потом оказывалось, что ребенок здесь не живет, ребенок поживет в каком-то другом месте. Вот для этого фонда и существует. То есть для этого и есть такие организации, которые помогут благотворителям, людям, которые хотят оказать доброе дело, помочь в том, чтобы их средства были направлены на лечение действительно конкретного существующего ребенка. И чтобы эта помощь была оказана высококачественными специалистами. Как можно отличить, на первый взгляд, псевдоблаготворителей от реального фонда? Ну, только репутации, отзывы. Я думаю, что сейчас, благодаря тому, что родители используют интернет как источник информации, то, конечно, очень много идет этого за счет отзывов. Когда люди обращаются в ту или иную организацию, и не секрет, что когда нуждающиеся обращают в крупные фонды, в том числе федеральные фонды, то помощь приходится им ждать очень долго, потому что поток обращений к ним очень большой. И когда в округе есть фонд Ямини, именно как региональный фонд, который оказывает детям, проживающим на территории округа, то как раз здесь и есть доверие, наверное. И это доказывает количество обращений, которые поступают к нам в фонд, доверие населения к фонду и доверие меценатов к фонду. И я здесь хочу тоже отметить и поблагодарить наших меценатов, потому что только за прошлый год рядовые жители округа собрали сумму почти равную 8 миллионам рублей. То есть это, конечно, очень большая сумма различными способами, но средства поступают на счета нашей организации. Таким образом, мы оказываем помощь, можем оказать помощь большему количеству нуждающихся. Говоря о меценатах, я так понимаю, что большинство из них предпочитает все-таки себя не афишировать. Так ли это на самом деле? Или же сегодня принято, скажем так, делать добрые дела с открытым лицом? Вы знаете, большинство наших меценатов все-таки предпочитает, чтобы их именно скрывались. Поэтому мы не афишируем, не размещаем информацию даже на нашем сайте. Вынуждены не размещать, потому что очень многие меценаты, которые жертвуют нам крупные суммы, они хотят оставаться инкогнито. Но, конечно, крупные компании, которые нам оказывают помощь, мы хотели бы о них рассказывать, потому что основной как раз поток средств поступает именно от них. И я хочу сказать, что на сегодняшний день нет очереди в благотворительный фонд. Обращений хоть и поступают все больше и больше, но в настоящее время мы пока не можем оказывать помощь именно по компенсации лечения. То есть если наступает экстренный случай, то мы можем оказать помощь в настоящий момент. Для этого мы тоже проводим различные акции, чтобы иметь вот эту подушку безопасности в случае наступления такого экстренного случая, когда вдруг экстренно поступит обращение на лечение тяжелого больного ребенка, и у нас есть 2-3 дня на то, чтобы принять решение. Вот для таких случаев мы проводим различные благотворительные акции, для того, чтобы собрать средства в фонд, и чтобы иметь возможность оказать помощь, что называется, здесь и сейчас. Вот мы уже сказали в начале нашего разговора о том, что все-таки кризис в стране, как-то он ударил по количеству людей, которые сегодня готовы жертвовать деньги на благотворительность. Уменьшилось ли количество медицинских? Знаете, я все-таки был убежден всегда, что чем тяжелее ситуация, тем люди становятся добрее. И наблюдаем мы, не наблюдаем, но мы все-таки связаны с тем, что мы становимся более известны в округе, именно поэтому люди жертвуют. У нас есть телемарафон «Добрая зима», где в конце года мы отчитываемся о том, какую помощь оказывает фонд. И на телемарафон приезжают жители нашего округа, которым мы оказали помощь, они рассказывают свои истории. Таким образом мы становимся известны не только как организация, не только, что называется, мое лицо встречается на экране, но и те люди, которым мы оказывали помощь, они сами рассказывают о том, какую помощь они получили, какие у них были проблемы и как теперь чувствует себя ребенок. Ну, в принципе, на ваш взгляд, наиболее эффективные способы донесения информации о том, что сегодня тому или иному ребенку нужна помощь. Это в первую очередь что? Телевидение, соцсети, какие-то боксы, еще что-нибудь? Вы знаете, нет такого конкретного канала, где родители могут получить информацию. Когда человек нуждается, он находит посредством социальных сетей, каких-то информационных лент, он находит нас даже через наш сайт. Он обращается к нам, направляет к нам обращение. А если меценатам, то, конечно, меценаты чаще всего жертвуют в крупные, конечно, федеральные фонды, потому что у таких фондов есть большая поддержка, которую мы никогда не сможем получить. Хотя у нас, да, и в Попчелевском совете есть представители Сбербанка, но они могут только на региональном уровне оказать нам поддержку. На федеральном уровне, конечно, мы не можем выпускать и карточки, например, таким образом. Но какими-то средствами, которые можно использовать у нас в угле, мы пользуемся. Это короткий номер, смс 3443, это и сайт наш, и партнеры через банк, когда можно перечислить, и компании, когда через какие-то тумбы можно, ну, вендинговые, или как различные аппараты можно пожертвовать наш фонд. Вот, вот, но эти все способы мы используем активно. Если я правильно вас понял, вот сегодня людям, да, которые оказались в непростой ситуации, людям, у которых больные дети, не обязательно сегодня изучать, скажем так, рекламный рынок. То есть достаточно обратиться в ваш фонд, а о том, как рассказать о его проблеме, вы уже сами решите. То есть будет ли это телевидение, или интернет, или как-то еще так. Конечно, у нас есть громадная поддержка средств массовой информации в округе, мы всегда обращаемся к ним за помощью, и социальные сети тоже немаловажный ресурс. Но еще такой, наверное, важный момент сказать, что зачастую, когда нуждающиеся обращаются в средства массовой информации, и средства массовой информации поднимают данную проблему, то и таким образом поступает к нам информация. То есть мы можем через СМИ найти ребенка, которому нужна помощь, через социальные сети, через органы соцзащиты. То есть у нас рычагов довольно много, и помощников у нас тоже очень много в муниципалитетах. И, конечно, нельзя не отметить общественные организации. Именно в Ноябрьске, когда вы спрашивали о том, с чем связан такой рост количества обращений, здесь я еще хочу сказать, что здесь самая активная общественная организация в округе. И Солнечный круг, и необычные дети Ноябрьска. Это организация, с которой мы очень плотно общаемся, и большой поток информации поступает именно из этих организаций. Дмитрий Александрович, вы как-то отслеживаете судьбу своих подопечных? И часто ли к вам обращаются повторно, скажем, после одного лечения? Может быть, потребуется реабилитация или повторная операция какая-то? Вот как-то вы контролируете эти процессы? Конечно, мы называем наших ребят подопечными, потому что многим мы оказываем помощь с момента основания фонда. И мы видим, как улучшается их здоровье, как они начинают ходить. Есть случаи, когда дети вообще не прогнозировали даже, что они пойдут, но благодаря упорству родителей, благодаря тому, что мы имеем возможность направлять их на реабилитацию несколько раз в году, мы видим, что дети начинают ходить. И родители присылают нам благодарственные письма. И, конечно, мы отслеживаем судьбу наших подопечных с года в год. Часто ли возникают ситуации, когда помочь нашему ребенку могут только за рубежом, где уровень медицины, ну, чего ж греха таить, наверное, повыше, чем сегодня в России? Вот много ли таких ситуаций было в вашей практике? Слава Богу, немного. Действительно, к нам обращаются родители, чьи дети болеют онкологическими заболеваниями. И связано это с тем, зачастую это лейкоза, и связано это с тем, что на территории Российской Федерации пока нет базы доноров. Она формируется, Росфонд этим занимается, активно занимается формированием базы доноров. Но пока это все на начальной стадии, и для того, чтобы осуществить пересадку донорских органов, зачастую приходится обращаться к зарубежным клиникам. Также мы обращаемся к зарубежным клиникам, когда необходимы методы терапии, которые у нас не используются. Протонная терапия, например, лучевая. То есть для детей у нас ее нельзя, ну, как бы не используется. Она и в этих случаях, конечно, мы вынуждены обращаться к зарубежной клинике. Также вот один случай у нас был, это реабилитации спинального больного. Вот, да, пока у нас в России это тоже становится, когда используют такие виды терапии, которые необходимы для спинальника, то есть для ребенка, перенесшего тяжелую травму на позвоночнике. Вот, то есть пока у нас не так много центров, где такие дети могут получить помощь. Но количество их растет. Мы видим, что уже из одного уже становится их два, три. Постепенно мы будем ориентироваться на наши центры. Мы сейчас не отправляем уже в китайские клиники, потому что у нас довольно много центров появилось на территории России, которые приглашают китайских специалистов сюда, на территорию Российской Федерации. Таких субъектов даже становится больше, где такие центры появляются. И уже в этих центрах проходит реабилитацию наши дети. И действительно, я хочу сказать, что мы отказались почти полностью от Китая. Вот здесь просто хочу уточнить, сама вот китайская медицина, она, наверное, на грани, да, все-таки медицины и какого-то народного лечения. Вот насколько она эффективна? Вот как раз для того, чтобы уберечь наших подопечных от обкалываний различных, там, ганглиозидами, факторами роста, потому что у нас не разрешены к использованию эти препараты, вот, поэтому как раз мы и нацелены, чтобы наши дети проходили реабилитацию здесь, на территории России, потому что довольно высокий уровень, это все-таки как раз физиолечение. То есть это совершенно другая, и китайская гимнастика, и массажи, совершенно другие, и мы видим, как улучшается состояние таких детей. Вот поэтому как раз вот физиотерапию у нас легко можно внедрять, и специалисты из Китая принимают участие в различных семинарах здесь, рассказывают о своих методах, но это как раз все-таки традиционные методы лечения. Есть ли случаи, когда в ваш фонд обращаются представители других субъектов страны за помощью? Ну, конечно, таких обращений очень много, даже из ближнего зарубежья. И, казалось бы, вот Ханты-Массийский округ, но все равно, как бы, тоже довольно небедный, будем так говорить, регион, но даже оттуда поступают обращения, и мы вынуждены отказывать, потому что все-таки помощь у нас могут получить дети, проживающие на территории Немал-Ненецкого округа, и их родители, чтобы тоже проживали на территории округа, имели постоянную регистрацию. То есть, к сожалению, пока вы не можете помогать всем? Ну, действительно, мы действительно не можем, потому что есть крупные федеральные фонды, и в субъектах, в каждом их субъекте, и мы знаем эти фонды, которые существуют в субъектах. Мы стараемся консультировать тех, кто обращается к нам, что вы обратитесь там в конкретный фонд, где может быть оказана вам помощь, либо уже в крупные федеральные фонды. Ну и давайте, наверное, прорезюмируем. Все-таки, если нужна помощь, куда стоит обращаться? И если вы сами хотите помочь, куда стоит обращаться, что делать? Куда звонить? Куда писать? Ну, для того, чтобы обратиться в наш фонд, можно зайти на наш сайт, русскими буквами ямени.рф. Там у нас есть все необходимые документы. Можно написать прямо через сайт обращение, можно на нашу электронную почту направить обращение. Можно позвонить по телефону 34 922, это код города Салихарда, и телефоны 407 76, 407 56. Два телефона, по которым можно к нам тоже дозвониться. Специалисты фонда помогут подготовить пакеты документов, и сообщить, что необходимо, и таким образом направить обращение. Также я хочу сказать, что очень часто к нам обращаются в тех случаях, вот у нас же тоже существует отказа, к нам обращаются за помощью, которая может быть оказана за счет средств бюджета. В таких случаях мы вынуждены действительно отказать, но направить в тот орган исполненной власти, где эта помощь может быть направлена, может быть оказана. Это либо органы социальной защиты, либо это органы здравоохранения, больница. Мы постараемся выяснить, почему к нам обращаются, почему больница не может оказать эту помощь. И в случае, если мы получим подтверждение того, что в конкретном случае больница, либо органы соцзащиты не могут оказать помощь, тогда уже мы включаемся, и начинаем процесс оказания помощи, что называется. Но также и средства массовой информации. Ну вот, каким способом удобнее обратиться к нам, таким к нам и могут обратиться люди. Ну и там же на сайте, наверное, можно найти банковские реквизиты, если вы меценат и хотите, так скажем, внести свой лепт. Да, конечно. Для того, чтобы пожертвовать в наш фонд, можно прямо на нашем сайте выбрать кнопку «Помочь». И как помочь? И там выбрать любое средство. То есть можно прямо через сайт, так же, как вы приобретаете билеты в интернете, так же можно и здесь при помощи робокассы перечислить нам средства. Можно указать адресное пожертвование, то есть чтобы это пожертвование было направлено на лечение конкретного ребенка, и 100% этой суммы идет на лечение конкретного ребенка. Вот, то есть либо на короткий номер отправить смс, на шоу номер 3443 необходимо отправить смс со словом «Ямени» и через пробел указать сумму. Смс необходимо подтвердить, подтверждение смс бесплатное. Это сейчас и российская практика, даже все крупные фонды требуют подтверждения смс. Ну и также через банкомат Сбербанка, через расчетный счет можно указать. То есть средств довольно много, и можно узнать об этом на нашем сайте. В завершении нашей беседы я, наверное, скажу, что ваша помощь, безусловно, очень важна и нужна, но хочется, чтобы обращений в ваш фонд было как можно меньше. Спасибо. Я напомню, что наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить с телефонной редакции 49 99 40. Продолжение следует...